Сейчас коротко о главных событиях. Япония сокращает импорт нефти. Показатели достигли минимального значения за 28 лет. Тяжелые времена для Тошибы. Текущий финансовый год компания планирует завершить с убытком в 550 миллиардов йен. Эксперты рекомендуют бонды стран Центральной и Восточной Европы. Однако давление на активы развивающихся рынков продолжится. Теперь подробности. Импорт нефти в Японию в 2015 году сократился на 2,3% и достиг минимального объема с 1988 года, сообщает Bloomberg. Основной причиной снижения стало ослабление спроса из-за сокращения населения и использования более эффективных автомобилей. После достигнутого в 1999 году пикового значения объема потребления нефтепродуктов в Японии наблюдается падение показателей. Это вынудило производителей консолидироваться и сокращать производственные мощности. В 2015 году численность населения страны снизилась до минимальной отметки за 15 лет в 126 миллионов 900 тысяч человек, фиксируя снижение седьмой год подряд. Эксперты полагают, что еврооблигации Центральной и Восточной Европы могут лучше других пережить распродажу на emerging markets, вызванную опасениями относительно мирового экономического роста и падением цен на сырье, сообщает агентство Bloomberg. В отсутствие явных драйверов для роста цен на нефть, давление на активы развивающихся рынков продолжится, считает главный стратег SEB по развивающимся рынкам Per Hammerland. Поэтому он рекомендует избегать вложений в валюту этих стран и вкладывать в долларовые облигации. Эксперты Commerzbank в качестве защитного актива рекомендуют в начале 2016 года бонды стран Центральной и Восточной Европы. Они считают, что сейчас хороший момент для приобретения бумаг Чехии и Польши, на политическом фронте которых исторические скачки волатильности очень редко вызывали расширение спредов. Согласно расчетам Bloomberg, государственные бонды Хорватии, Румынии и Литвы вошли в десятку рынков, которые принесли инвесторам наибольший доход с начала года. Обратите внимание, завтра в 22.00 по московскому времени будет принято решение по процентной ставке ФРС США. В это же время будет сделано заявление Федерального комитета по открытым рынкам по краткосрочным процентным ставкам. Аналитики Банков Америки и BNP Paribas предполагают в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Алибаба Групп, китайский гигант электронной торговли по итогам квартала, завершившегося в декабре 2015 года, вероятно зафиксирует самый слабый рост выручки, свидетельствуют результаты проведенного Томпсон Рейтерс опроса 28 аналитиков. Они ожидают, что квартальная выручка Алибаба увеличится на 26,6%. Это станет самым медленным темпом роста за 3,5 года и в нынешних жестких экономических условиях обострит конкуренцию Алибаба со вторым по величине китайским интернет-ритейлером JD.com, выручка которого за тот же самый период увеличится на 47,51%. В условиях замедления роста китайской экономики стратегия JD.com, сделавшая ставку на состоятельных клиентов в крупнейших городах Китая, может увенчаться успехом. Котировки акций японской компании Toshiba упали до уровня 1980 года на новостях о возможном снижении стоимости активов и обязательств дочернего предприятия Westinghouse, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные токийской фондовой биржи. На закрытии торгов в понедельник бумаги Toshiba подешевели на 5,7%. Стоимость одной акции составила 1,77$. До конца этого месяца компания Toshiba намерена открыть новую кредитную линию для оплаты расходов, связанных с сокращением рабочих мест и проведением реорганизации подразделений, занятых производством телевизоров и персональных компьютеров. Предполагается, что будет подана заявка на получение кредитов на общую сумму 2,5 млрд долларов. Если заявка будет одобрена, то долговые обязательства компании увеличатся до 8,3 млрд долларов. Текущий финансовый год Toshiba планирует завершить с убытком в 550 млрд иен, что в два раза превышает общую сумму чистой прибыли компании, которая была получена за последние 20 лет. Рецессия в экономике России продолжится в 2016-2017 годах, говорится в докладе, подготовленном экспертами Института экономической политики Российской академии народного хозяйства и другими институтами. Эксперты отмечают, что предварительные данные об итогах развития экономики Российской Федерации в 2015 году, а также происходящие на мировом рынке энергоресурсов заставляют пересмотреть в худшую сторону сценарий на ближайшие два года. Кроме того, предполагается, что по крайней мере до конца 2016 года будет сохранена основная часть внешних санкций и контрсанкций. Ожидается, что падение ВВП в 2016 году составит 1,4%, а в 2017 – 0,3%. В докладе отмечается, что динамика добычи нефти в основных странах-производителях не позволяет сделать однозначные выводы о будущем ее влиянии на конъюнктуру рынка нефти.